Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Меня зовут Рубен, для друзей просто Рубик Джан. Я с большой радостью хочу поприветствовать наших дорогих подписчиков, ну и, конечно же, гостей. Друзья, очередная серия нашего бесконечного сериала «Как живут люди на юге нашей Родины». Так что усаживайтесь поудобнее, устраивайтесь в своих диванчиках, креслах. Приготовьте чай, кофе, напитки, плюшки. Все самое вкусное поможет вам скоротать этот часок. Почему часок, друзья? Да потому что смотрим мы дома очень подробно, чтобы у вас потом не возникало вопросов. А если возникало, то вот совсем чуть-чуть, друзья. Если же все-таки вопросы у вас появятся, друзья, в описании к этому ролику будет указана, во-первых, стоимость этого дома, его площадь, площадь земельного участка, номер телефона собственника. То есть вы напрямую можете прозвонить, задать все интересующие вас вопросы. Но вдруг, друзья, ну вот такая ситуация. Пошла, допустим, хозяйка в огороде работать, вы не можете дозвониться. Позвоните, там будет также в описании указан номер телефона, ватсап нашего менеджера по объекту. Соответственно, менеджер тоже постарается ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Ну давайте немножечко расскажу, где мы находимся. Как я вам сказал, Краснодарский край, Новопокровская станица, это районный центр, Новопокровский район, улица Гагарина, 45. Друзья, есть такое высказывание, что если есть на земле рай, это Краснодарский край, я вам хочу сказать, что это здесь у нас рай в квадрате. Почему? Потому что, во-первых, тихое место, это как бы выезд из станицы в сторону белой глины, но сама станица довольно-таки большая, везде асфальтированные дороги. Плюс, конечно, в этом районный центр, за счет этого огромная возможность устроиться, поработать там, все что угодно. Ну вот, представьте, приезжайте, вот птички поют, да, вот такая тишина, красота. Сейчас покажу, когда сам двор, вы просто обалдеете, просто прекрасная терраса. Я думаю, вот я уже забегаю вперед. Друзья, напомню еще раз, станица Новопокровская, улица Гагарина, 45. Что из себя представляет сама станица? Ну, население 20 тысяч человек. То есть, еще раз повторюсь, это районный центр. Здесь есть все самое необходимое в плане инфраструктуры. Более 200 сельхозпредприятий, то есть и фермерские хозяйства, и сельхозпредприятия, и заводы есть, и сахарные заводы, и так далее. То есть, друзья, в плане того, устроиться на работу, здесь никаких проблем у вас не возникнет. Центральная районная больница. 5 школ, 7 детских садов, кинотеатр, 2 библиотеки, детская школа искусств, кстати, отсюда она совсем недалеко, художественная школа, дом культуры, 10 спортивных залов, спортивная школа, парк есть. Парк, кстати, тоже недалеко, парк, пятерочка, магниты, как собственница сказала, я так вот коваляя потихонечку за 15 минут дохожу. То есть, ну, минут 10 ходьбы, и вы, пожалуйста, будете рядом с парком, рядом с такими маркетами. Есть почта, есть аптеки, есть рынок свой, банки, магазины, автостанция, железнодорожная станция, друзья, ну что нужно. То есть, станица такая, как говорят сейчас, прокачанная. В плане инфраструктуры очень прокачанная. Отсюда можно на разные направления уехать, как автобусными маршрутами, так и через, ну, по железной дороге. До Тихорецка 47 километров, до Краснодара 205 километров, до моря 309 километров. В принципе, недалеко, 309 километров, тут у вас, ну, сколько будет? Ну, часа 4 езды, и вы уже на море. Дом 73 квадратных метра, участок земельный 4 сотки. Кажется, ой-ой-ой, мало, друзья, я не знаю, как этот фокус провернули хозяева, но вы увидите, сколько тут земли, и как здорово тут все помещается. Вот просто идеально все помещается. Дом 73-го года, центральное электрогазоводоснабжение. Это вообще замечательно. Да, есть что поделать, например, там цоколь в основном, вот я так обратил внимание, дома, если вы захотите, ну, такой небольшой косметический ремонт, уже чисто под себя вы можете сделать. Что у нас по комнатам? Вначале, когда мы входим в дом, веранда. Веранда довольно-таки большая, друзья, 13 квадратных метров. Далее попадаете в кухню. Кухня 11 квадратных метров. Есть достаточно места для... Это кухня-столовая. Для того, чтобы и готовить, и посидеть с семьей, с гостями, посидеть, покушать, там, поужинать. Санузел 8 квадратных метров. Друзья, достаточно просторный. Душевая кабина есть, есть унитаз, биде поставлен. То есть, ну, вполне, вполне санузел шикарный. Рядышком с санузлом есть кладовая. Если вдруг вы не захотите воспользоваться именно кладовой, то там можно сделать, например, ванну поставить. Если прям вот горячее желание поставить ванну, пожалуйста, там это все можно сделать. Кладовая 3,5 квадратных метра. Если пойти в другую сторону, то есть, как бы, разделены, знаете, жилые комнаты отделены от вспомогательных комнат. То есть, через... Ну, справа, вот, вот, вот. Как только заходите, наверное, справа, поворот, будет тоже железная металлическая дверь, вход будет в жилые комнаты. Гостиная. Гостиная 12 квадратных метров. Там диванчик, там телевизор, посидеть, посмотреть новости, ну и тому подобное. Спальня одна, 6,5 квадратных метров. Хозяин делал под личный кабинет, да. Можно и под спальню. Вы увидите достаточно места. Вторая комната, большая спальня, 19,5 квадратных метров. То есть, в принципе, для одного человека, для семейной пары, для семьи из родителей одного или двух детей вполне достаточно. будет. Все зависит от того, как распределить, как говорится, спальные места. На участке имеются хозяйственные постройки, есть туалет, есть душ, есть шикарная мастерская. Я думаю, вам она тоже понравится. Есть помещение под баню, но его переоборудовали под курятник. Можно все вернуть назад, можно в мастерской сделать баньку. Как вы, друзья, захотите. Еще раз напомню, это центральная вода-газоэлектроснабжение. То есть, дом со всеми удобствами. Есть канализация, которая, собственница говорит, я ни разу вообще никогда не выкачивала. Там из блоков сделано, в землю все это уходит. То есть, говорит, ни разу не было дожди. А у нас реально месяц дожди были, друзья. Собственница говорит, вообще даже близко не заполнилась яма. В доме сделан ремонт определенный. Да, если вы захотите, друзья, еще раз говорю, можно под себя там переклеить обои и тому подобное. Вот, в принципе, я вам рассказал немножечко о самом доме. Более подробную информацию именно во время видеообзора. Поехали. Ну что, друзья, вот и настало тут сладкое время смотреть наш домик. Вот так он выглядит с улицы. Дорога, которая подходит к дому, она гравийная. 440 метров, начинается асфальт. Если повернуть направо, мы поедем в станицу Белая Глина. Это тоже районный центр. Огромнейший с аквапарком, со всеми причиндалами, друзья. Вот. Если повернем налево, то как бы поедем уже в центр станицы. Оптоволокно здесь есть. Фонари светодиодные есть. То есть новая ветка электричества здесь проведена. Это, конечно, здорово. Я вам говорил, где асфальт. Там находится СТО, шиномонтаж. Там магазинчик один небольшой. Ну и еще один магазин на расстоянии буквально 500 метров находится вот этого дома продовольственного. Если в сторону центра, то да, вот где-то приблизительно около двух километров будет школа. До детского сада гораздо ближе. То есть несколько кварталов буквально. Вот. Там, где школа, там у нас находится парк. Там у нас находятся магазины. Пятерочка, магнит и так далее. Собственница говорит, я так вот медленно-медленно за 15 минут спокойно дохожу. Ну вот приблизительно так еще раз говорю, выглядит дом с улицы. Забор у нас металлопрофиль. Вот это у вас слевая граница получается. Вот там у нас правая. Кстати, тут телефонный кабель, смотрю, тоже есть. Захотите провести интернет. Но проще, конечно, друзья, оптоволокно. Это, конечно, здорово, что оно здесь есть. И вот у вас правая граница. На придворовой территории у нас вот две вишни, наблюдая. Вот. Ну, она такая не сильно большая, но вполне достаточно. Фундук, кстати, вот тоже на углу здесь растет у вас. Уже на вашей территории. Вот как-то так. Тут у нас вот такие вот хвоя. Замечательно, красиво, аккуратно. Уже с самого начала все смотрится здорово. Здесь у нас распашные ворота. Гагарина 45, понимаешь. Почтовый ящик. Заходим. Прямо, прямо, как только зашли, сразу у нас вот такой прекрасный полисадник. Друзья, смотрится здорово. Я представляю, как вы с окон смотрите просто и любуйтесь вот этой красотой. Посмотрите, как здорово все. Везде у нас вот так вот бетонные дорожки. Это, конечно, отлично. Это очень здорово. Ходить удобно. Отмостка у нас тоже где-то по ширине сантиметров 60-65. Здесь вот такая красота. И хвоя, и сирень. Короче, все. И туи, самшиты, все на свете. Там вот, как я вам показал, фундук. Здесь у нас смородина. Большое вишневое дерево. Вишня, шпанка. То есть, она, говорят, огромнейшая, огромнейшая, большая. Ну, вот так вот выглядит у вас полисадник прямо перед домом. Друзья, очень красиво. Очень приятно. Вот еще раз говорю, самое начало дома уже вызывает восхищение. Это, конечно, здорово. Я про себя назвал рай квадрате, потому что мне здесь понравилось очень. Металлические шпалеры. По ним плетется виноград. Виноград, дамский пальчик. Говорит, в этом году что-то с ним не так. Друзья, я уже ни у одного человека замечаю, что после дождей некоторые сорта винограда почему-то скакожились, как говорится. Вот. Что происходит, не знаю. Машины у собственницы нету, поэтому у нее здесь вот такая красота растет. Понятно, что здесь заезд возможен. Целых две, может быть, даже... Ну, две машины точно сюда заедут и спокойно здесь можно поставить. Если захотите, друзья, здесь спокойно можно сделать, скажите, как небольшой навес, поликарбонатом обтянуть и, пожалуйста, машина у вас будет под навесом. Это здорово. Вдоль дома тоже, ну, вот я вам говорил, шпалера, виноград. И здесь рядом розочки. Ну, красота. Вот, музон качает. Так, ну, вот такая вот красота у вас прямо перед домом. Замечательно, замечательно. Мне очень нравится, друзья. С этой стороны тоже у вас. Здесь, кстати, вот такой вот крыжовник. Я думал вначале, что это смородина, друзья. Посмотрите, какой он огромный просто. Я не откажу себе в удовольствии подразнить вас немножечко. Сейчас, сейчас, самую большую. Вот такая красота, смотрите. Так, а теперь самое главное, друзья. Ну, простите меня. Бомба. Просто очень и очень вкусно. Первый раз в Беларуси попробовал крыжовник, но никогда не знал, что он прям такой, настолько огромный здесь. Обычно я видел кусты такие маленькие. Здесь просто большой. Сирень у нас здесь. Забор с соседями. Здесь сетка рабится. Не переживайте, не дергайте. Захотите сделать более капитально никаких проблем. Собственница говорит, нет смысла никакого. Люди очень приятные. Говорят, ради соседей здесь стоит купить дом. Просто. Соседи говорят, что с этой... Здесь многодетная семья. Вот, хотя, опять-таки, да, вот здесь я ни шума, ничего, ни детей, ни криков, ничего такого не слышу. С той стороны тоже супружеская пара. То есть, говорит, проблем вообще никаких нет с людьми. Шикарные люди. Въездные ворота. Еще раз покажу. Открываются распашные. Или вы спокойно можете двумя машинами заехать. Третью машину поставить рядом перед домом. Дом у нас сам кирпичный. Основание, фундамент, бетонная лента. Окна металлопластиковые. Крыша у нас металлопрофиль. Ну, металлочерепица называют ее. Металлопрофиль. Вот. Есть спутниковое телевидение. Еще раз хочу обратить внимание. Фонарь прямо под вашим домом светодиодный. Газовая магистраль. Она проходит здесь, друзья. Но я не могу сказать, что она прям низко. Здесь газелька даже спокойно проедет. Под ней. Никаких проблем не будет. Ну, что, друзья. Давайте вот так вот немножечко покажу въезд. Еще раз так медленно. Вы спокойно просмотрите. Кайфаните. Зелень и обилие просто. Уголок такой тихий, уютный. Птички. Я кайфую. Реально. Друзья, мне мало чего нравится. Но вот здесь понравилось. Вода. Счетчик у нас находится здесь. Так, здесь у нас люк. Ну, просто доверьтесь, что здесь он есть. Я просто пальцами это все не отковыряю, не подумал. Отсюда снимаем показания. То есть здесь находится кран перекрытия. Вот сейчас вода здесь перекрыта. Центральное водоснабжение. Напор очень хороший. Вода без привкусов. Сразу вам говорю, друзья. Вот такая красота. Водосток, кстати, забыл сказать. Водосток тоже присутствует. Вот он, родина. Здесь у нас находится электрический счетчик. Пожалуйста. Заземление, смотрю, выведено. Вот. По цоколю, друзья, да. Здесь, собственно, говорит, что муж умер. Я уже, говорит, не в силах это все доводить до ума. Я посмотрел и хочу, чтобы вы увидели, друзья. Так, если получится. То есть лопнула сама штукатурка. Вы понимаете, да? То есть не фундамент. Там коррозия какая-то сильная. Там трещина по фундаменту. Нет. Штукатурка. Понятно, да? То есть если все грамотно, аккуратненько сделать, то никакой... Тут, говорит, столько здесь этого бетона, камня, как говорится, арматуры, что, говорит, нет. Но я действительно, друзья, вот сейчас покажу вам стены, чтобы вы немножечко присмотрелись. Если бы были проблемы по фундаменту, здесь было бы трещин. Кирпич покрашен, да, он аккуратненько. Дом в таком очень аккуратном состоянии, видно. Кстати, здесь есть воздушная прослойка. Две кладки между ними. Вот, запенено все. То есть утеплен дом. Собственница говорит, самое холодное время, я плачу 2000, это у меня, говорит, выходит все. Вот вся коммуналка полностью. Вот так вот, видите? То есть вот эта фронтальная стена, она абсолютно без трещин. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что лопнула штукатурка именно цоколь. То есть подштукатурить это все, и будет вам счастье. У нас же, видите, когда люди сами делают, бывает, что-то не учитывают, технологию не знают. И вот, пожалуйста, на солнце там перегрелось, как говорится, ночью, наоборот, охладилось. Вот все, понеслась. Очень широкая отмозка. Еще раз говорю, где-то сантиметров 70-80. Мне кажется, здесь, казалось, 60, мне кажется, больше, да. Здесь еще один шнур проходит. Быстрее всего. Может, ну, похоже. Хотя, может быть. А, нет, это от спутниковой. От спутниковой тарелки. Все. Здесь тоже у нас, видим, отмозка довольно-таки широкая. Сантиметров 60 здесь точно будет. Обратите внимание на стены. Хочу сразу показать, чтобы вы увидели, что трещин нет. Еще раз говорю, ребят, вопрос именно в том, как штукатурили цоколь. Видите? Просто. Просто цоколь. Заново залить и все. Газовый счетчик, друзья. Справа, фактически, давайте так вот, если от стены до забора будет приблизительно 4, может быть, даже 4,5 метра. То есть, места предостаточно. Здесь у нас и персик, вот смотрю. Там у нас дерево, получается, гибрид яблони и груши. Вот так вот. Клубника, она уже свое отпахала. Здесь у нас смородина, вишня, шпанка и орех, фундук. Давайте я вот так вот отсюда обойду, покажу вам и стену. Еще раз говорю, вот видите, все запенивалось, поэтому дом утеплен. Вот, смотрите, вот микроскопическая тут даже доля миллиметра просто. И все. А так вот, в целом, посмотрите, стены в каком хорошем состоянии. Вообще проблем у таких нет. Тут у нас черешня, вот, малина, здесь клубники. Водосток. Здесь, говорит, мы тоже утепляли, делали садик пластиковый, под ним минеральная вата. Вот так вот, десятка. Здесь у нас кусты какие-то, не знаю, что за кусты. Вывод воды. Вот, если необходимо, да, металлочерепица. Вот, кстати, по водичке напор обалденный. Вот, отмостка такая же. По ширине 60-70 сантиметров, друзья. Вот. А здесь у нас прекраснейшая терраса, друзья. Давайте выйду с той стороны, покажу. Кстати, от дома до границы будет метров 10, наверное, 8-10 метров будет. Здесь у нас есть калина, есть грушовая. Это часть, как огородик, тут морковки, там всякие, тому подобное. Грушовое дерево, черешня. Вот. Тут слива. Это у нас больше на яблони. Нет, груши, груши, груши. Грушовое дерево. Вот. Здесь у нас тоже слива. Вот. Еще пару, трое, тройка, нет, четыре, четыре куста винограда. Ну и там есть возможность его посадить. Пожалуйста. Ну, такое хорошее расстояние. Тут морковка, помидоры спокойно поместились. А здесь у нас, друзья, вот такая прекрасная терраса. Почему? Захотелось просто отсюда вам ее показать. Место для отдыха шикарнейшее. Посмотрите, какая красота. Верх у нас обшит металлопрофилем. Здесь у нас будет сплит-система. Также с сайдингом все красиво, аккуратно сделано. Друзья, ну вот, посмотрите. Вот сейчас медленно показываю, да, чтобы вы видели. Нету, нету трещин по стенам. Ни вот над окнами, ни под окнами. Я их не вижу. Здесь вот эта трещинка, которая шла, которую я вам показывал. Вот она в досуды дошла все вот здесь. Просто цоколь переложите, тут фигурно ложили и все. И головной боли нет. То есть, чтобы вас ничего не пугало. Здесь все в очень хорошем состоянии. Но фундамент, говорит, очень крепкая бетонная лента. Вот такая красота, ребят. Ну, вообще просто сказка. Металлическая дверка здесь сделана. Выведена у нас тут розетка, освещение. Вот так вот ночью сидеть. По вечерам, друзья, я вот представил здесь вот такое. Хотите диванчик, хотите столик кофейный там с креслами. И сидеть, отдыхать, это просто. Вот сейчас ветерочек, прохладок такая, что просто хочется вот сейчас завалиться здесь и отдыхать. Деревянные такие перила, крепкие, хорошие. Поликарбонат, он такого желтого, лимонного цвета. Вот так вот выглядит терраса, друзья. Все закрыто крышей. То есть, дождик, град вам не страшен. Ступенечки везде. Вот такая красота, перила деревянная. Здесь у нас выход на огород. Давайте выйду, покажу. Я же говорю, друзья, вроде бы 4 сотки, да? Но места хватает для всего. Тут вот у нас и лук, вот, и помидорки. Тут у нас малины, завал. Ну, граница, вон она у нас по шиферу. Сейчас я пройду, покажу с этой стороны. Так, сейчас, давайте я стекундочку. Здесь у нас помидоры закончились, продолжается малина. Как я люблю свою работу в это время года. Вот, друзья, получается. Здесь поле, кстати, собственница говорит, если захотите, этот участок тут пожилая женщина, и она отдает его. То есть, ну, отдает в каком плане? То есть, вы там сеете себе, собираете урожай, никаких проблем, ничего не надо, ни денег, ничего. То есть, человек, ну, просто делится участком, потому что сил нету. Вот. И, соответственно, она говорит, да, пожалуйста, сажайте все на здоровье. Вот такой у вас участок огромный. Ну, я не знаю, друзья, вроде бы 4 сотки. Мне кажется, вот, визуально, мне кажется, здесь больше. Ну, по документам 4 сотки. Ну, всего хватает. И место для огорода тут, смотрите, и картошечка, и чеснок, и лучок, и кабачки, и помидоры, и все на свете. Здесь у нас персик, дальше у нас черешня большая, абрикос, абрикос, дальше у нас яблоня. Здесь у нас, друзья, находится сливная яма. Видите, большая, видимо, кольцами все это сделано. Собственница говорит, что выложено все блоками. И, говорит, сделано и глубоко, и настолько она большая. Думал, кольцами, блоками. Все, вспомнил. Простите за кольца. Вот, вспоминаю, да, слова, когда разговаривал, она сказала, блоками выложим. Вот, просто крышку увидел круглую, показал, что кольцами. Собственница, говорит, ни разу, ни разу не выкачивала. То есть, мы, говорит, с мужем не выкачивали. Сосед тоже делился, говорит, больше 40 лет. Поэтому, по-моему, раза два всего чисто для профилактики выкачал, и все. То есть, с земли все это удовольствие выходит. Посмотрите, ребят, какие у вас урожаи, какой он огромнейший, скулак. Скулак, реально, вот, огромный. Земля здесь, конечно, хорошая. Сосед, как назло, косят. Звук мешает. Огурчики, пожалуйста. Друзья, места предостаточно. Ну что, идем гулять дальше. Бетонная площадка. Здорово? Нет, здорово. Мне очень нравится. Сайдинг сделан очень аккуратно. Сайдинг пластиковый, но в хорошем состоянии. Просто промыть, и все. От пыли. А так, в целом, все, навес шикарнейший просто. Так. Воду я вам показал. Тоже бетонная дорожка. Вот те деревья, которые я вам сейчас показывал. Здесь у нас кирпичная постройка. Она обшита металлопрофилем. Закрыт кирпич. А, вот она, кирпич. С этой стороны металлопрофилем. Металлическая дверка. Есть деревянное окошко. Открывается. Здесь у нас, друзья, мастерская. Вот. Есть электричество, есть освещение. Замечательно. Просто песня. Захотите, еще раз говорю, здесь можно сделать комнату для отдыха. Рядом с банькой. Можно в баню превратить. Как вы захотите. Можно оставить под мастерскую. 3,44 по ширине. Вот. И 3,69 по длине. 12,7. Почти 13 квадратных метров. Высота потолка. Ну, давайте так. В самом низком месте здесь замерю. Вот. И скажу вам. 2 метра. 2 метра. То есть 13 квадратных метров. У вас площадь. 2 метра. Здесь вот все обито плитами. УСП. Плиты. Есть возможность, пожалуйста, все инструменты разместить здесь. Столик рабочий. Пол у нас забетонированный. Я уже влюбился в эту мастерскую. Тут так можно развернуться, все сделать. А захотите, реально можно сделать такую вот парилку и комнату для отдыха. Будет шикарно. И душевую. Спокойно поместится здесь все. Все, друзья. Идем дальше. У нас еще есть помещение. Здесь у нас вот такая прекрасная площадка. Тоже забетонировано все. Под мангальную зону, под зону отдыха, друзья. Как вы захотите. Можно продолжить это все. Как вы, друзья, захотите, так можно и сделать. С этой стороны у нас тоже сайдинг, да? Да, пластиковый сайдинг. Тоже где-то квадратов на 15-16 площадка. Здорово. А вот постройка кирпичная, которая раньше была бани. Сейчас ее приспособили под курятник. Ох, мама-люба, давай, давай, давай. Вот так. Здесь, если захотите вернуть баню, можно сделать как раз предбанник небольшой. Душевую вот здесь, в этой части. Тут, допустим, одежду можно повесить. А вот здесь будет сама парилка. Сейчас, вот видите, окошко для курочек. Вот здесь можно все это убрать, почистить. Труба есть. Вот, пожалуйста. Она сейчас закрыта, забита. Здесь можно сделать шикарную парилку. Так что, друзья, размышляйте. Просто там, где мастерская, чем удобнее, площадь побольше. То есть комнату для отдыха можно сделать. Здесь надо нагинаться, либо увеличить. Проход. В принципе, неплохо. Так, закрываю. Я сегодня с музыкой, друзья. Так, сейчас закрою. У нас секретный кодовый замок. Все. Место для выгула кур. Вот тут вот такая фишка, которая подымает там. Вон, видите. О, подымался. Дырочка, куры выходят. Да, на грани фантастики. Все это открывается. Здесь у них место для выгулов. Дождь они могут и там укрыться, и здесь укрыться. Вот так вот. Забор с соседями. Тут вот вижу шифером все напшито. С этой стороны у нас расположены туалет и летний душ. Кстати, вот видите, бак там, да, и вот она труба. То есть там вот краник, я на выходе покажу. Открываете, и вода заполняет бак. Без проблем. По душу, да, необходимо будет сделать такой вот, немножечко облагородить. Все тут обшито пластиком. Вот низ, да, сделать такой хороший низ. Красиво, аккуратно. Помыть, почистить. И, пожалуйста, летний душ. Тут практически 80% работ сделано, друзья. Просто, еще раз говорю, поддон сделать, хороший поддон деревянный. Чтоб скрывал вот это вот все. И, пожалуйста, наслаждайтесь летом. Летний душ это классно. Здесь туалет большой, просторный, друзья. Посмотрите. Столько календарей на 2015 год. Вот такая вот. Народ у нас в стране, конечно, придумает все, что может. Здорово. Все, друзья. Еще раз вот давайте вот так вот покажу. Вот он персик. Вот здесь черешенка. Вот и поехали. Уже идем смотреть дом. Курятник или баня, как вы уже захотите, друзья. Площадка, мангальная зона, зона отдыха. Можно навес также сделать, также сидеть здесь, отдыхать. Рай. Реальный рай в квадрате, друзья. Не забываем про мастерскую. Так, друзья. Вот он, этот краник. То есть, вот труба пошла вниз. То есть, открываете, и вода заполняет бак в летнем душе. Здесь у нас, друзья, все коммуникации по поводу воды, по поводу канализации и так далее. То есть, здесь вот раз, два, три, четыре, три шурупа. Три шурупа откручиваете, и дверку эту вытаскиваете. И все. И туда есть доступ. Можете там ремонтировать, чинить и так далее. Вот. Фронтоны у нас обшиты металлопрофилем. Чердак у нас вот там, вход на чердачное помещение. Там перекрытие деревянное в доме. Все, друзья. Идем смотреть дом. Как мне эта терраса нравится, честное слово. Это, кстати, друзья, вывод с системы отопления. То есть, если захотите там, как говорится, ну, избавиться от воздушной пробки, просто долить воды и так далее. Вот кран открываете, шланг сюда подсоединяете. Вот. И, соответственно, вода выводится сюда. Как только она начнет льется, там кран перекрываете, система у вас заполнена. Вот как-то так. Вот так вот это выглядит отсюда. Я просто кайфую. Я заходил в калитку. Хозяйка здесь сидит, отдыхает. Вообще, я говорю, представляю, здесь там кофе, книжка. Ой. Я сейчас перестану работать. Ну, и вот он вход в дом. Еще раз напомню, металлическая дверка на два замка. Но это, еще раз говорю, тут у нас пристройка, это веранда только. То есть, основные двери там у нас. На исследование дома посмотрим. Еще раз говорю, здесь у нас металлическая дверка. Вот тут у нас закрыта от мух, чтобы мухи не залетали. Но здесь, друзья, есть еще вот вторая дверь. Сейчас я включу освещение, друзья. Вот вторая металлическая дверь, такая более конкретная, более цавельная. Вот. Вот так это сделано. Это, наверное, чтобы забираться с той стороны, да. Ну, фактически можно и отсюда же, да, закрыть можно. Если вы уходите, уезжаете куда-то. То есть, две металлические дверки у вас здесь есть. Так, ну что. Знакомимся с верандой. Вот, веранда, как я вам говорил, 13 квадратных метров. Вот, довольно-таки большая. Здесь у нас есть окошко. Окно открывается на две позиции открывания. Подоконник у нас пластиковый. Прямо под подоконником находится у нас радиатор отопления. Это, конечно, здорово. Вот, полы здесь везде деревянные. И тут у нас постелен линолеум. Ну, ДВП, ДСП вначале, а потом, конечно, линолеум. Здесь у нас, я так понимаю, это система охлаждения, да, да, расширительный бачок. Здесь у нас тоже радиатор отопления. Когда его не было, друзья, когда его еще не было, то есть, сюда не было проведено отопление. Видите, да, здесь сырость, как грибок пошел. То есть, что делаете вы, когда переезжаете сюда? Здесь вы просто, сейчас продаются специальные, в любом хозяйственном магазине, специальные прыскалки. Прыскаете это все, убираете, заново красите. И все. И забываете о том, что когда-то здесь были следы сырости. Собственница, еще раз объясню, потеряла мужа. Она говорит, для меня, то есть, она, ну, физическое состояние не такое хорошее, как нам хотелось бы. И, соответственно, она говорит, что я просто не осилю. Муж был, да, все делал, как бы, ну, я, говорит, одна не осилю. Ну, дети, говорит, не часто приезжают сюда, то есть, далеко отсюда. Поэтому, говорит, с этой целью только и продают дом. Натяжной потолок здесь такого салатового, глянцевого, он салатового цвета, глянцевый. Есть освещение, пожалуйста, и там у нас, и здесь у нас, вот он, выключатель. 13 квадратных метров у нас, как говорится, веранда. Здесь основная стена дома, она также покрашена. Вот. И вот, смотрите, друзья, здесь у нас проход на кухню, там, санузел и так далее. Здесь у нас еще одна металлическая дверка. Это уже проход в основные комнаты. Ну, так вот, понятно, что вот эта вот пристройка была, то есть, до этого дверь была вот здесь. Вот, сделали пристройку, и вначале вот эту, видимо, часть сделали, а потом уже достроили веранду, как бы, сделали. Но, фактически, здесь прекрасная гардеробная у вас есть, то есть, вы можете рассчитывать на это. Вот. Прекрасная гардеробная у вас здесь есть, смотрите. Вот, и даже можете что-то еще вспомогательное, шкафы какие-то поставить. То есть, чтобы жилую площадь освободить, вы можете здесь спокойно поставить какие-то шкафы. Все. Кое-где поскрипывают полы, здесь у нас виновлен тоже постели. Ну, что, друзья, давайте пройдем вначале, посмотрим кухню. Дверные проемы сделаны у нас на пластик, нет, не МДФ, пластик. Пластик под темное такое дерево сделано. Полы также деревянные, ДСП, вот, сверху линолеум. Аккуратно смотрится линолеум, видно, что свежий, недавношний. Место для того, чтобы посидеть, покушать. Вот, пожалуйста, уголок такой уютный. Для двоих это было, конечно, вообще красота. Ну, вот, смотрите, здесь два, даже, ну, два, да, удобно поместиться человека. Здесь два, здесь еще один или два. Вот, как минимум, шесть человек здесь поместится. На стенах у нас поклеены обои. У нас супруг, да, вот, собственница, был подводником. Вот такая красота, морская тема у нас везде. Вентиляционный канал, тут у нас все небо в облаках, натяжной потолок. Вот, багет везде пластиковый, это уже есть, пожалуйста. И дальше у нас получается кухонный гарнитур. Огромный, большой, он здесь остается у вас. По состоянию, друзья, ну, я скажу, что вот здесь все открывается, закрывается. Одним пальчиком могу двигать. Легко, легко, пожалуйста. Здесь у нас водичка, вот, пожалуйста. Ну, кран, да, он уже, как говорится, хотя вот нигде не проливает ничего. Ну, по внешне, по эстетическому состоянию, да, здесь бы покрасить его так аккуратно. Если сможете преобразить, никаких проблем, он еще вам прослужит. Между шкафами и столешницей у вас получается пластиковая вот такая панель сделана для того, чтобы брызги можно было вытирать. Газовая плита на четыре конфорки. Вот они, верхние навесные шкафы. Тоже все такое блясяше, цветочной теме. Вытяжка Эликлор. Дальше у нас сердце нашего дома, двухконтурный газовый котел. Он вам и подогревает воду, он и за отопление отвечает. Две тысячи в самое холодное время вся коммуналка, собственница, выходит. Конечно, это здорово. Теплый дом, видите, утеплен за счет того, что полностью утеплен термос получается за счет этого маленькое отопление. Цена. Так, здесь у нас радиатор металлический. Одно окошко, которое открывается. То есть верхняя часть глухая, а нижняя часть, она довольно-таки большая. Просто цветы я не смогу открыть. На две позиции открывания. И москитная сетка здесь присутствует, друзья. Подоконник у нас пластиковый. Вот, все тоже у нас обшито пластиком. Откусы, видите, и жалюзи. Все. Ну вот, друзья, полюбуйтесь, кухня 11 квадратных метров. Холодильник собственница сказала, я забираю. Все остальное здесь остается. Холодильник говорит, два года как купила, поэтому смысл, говорит, оставлять новенький. Он мне еще пригодится. Просторная кухня. Хочу обратить ваше внимание, друзья. Ходить удобно, готовить удобно. Как говорится, сталкиваться не будете здесь. Давайте вот так вот еще раз проведу, покажу. В принципе, замечательно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас санузел. Санузел, друзья, 8 квадратных метров. У нас натяжной потолок здесь такого голубого цвета, темно-голубого цвета, матовый. Магет тоже здесь делал. На стенах поклеены обои. Есть вот такая большая душевая кабина. Пожалуйста. Я сторонник душа. Потому что ванна мне не нравится. Мне отцовой песни залезать. Вот и тому подобное. Место для стиральной машины. Тут у нас гарнитур ванной, пожалуйста. Водичка работает. Замечательно работает. Можно большое зеркало. Вот такую нишу сделать и большое зеркало. Как вы захотите рассматривать себя в подробностях. Беде. Вот. И унитаз. Все работает. Здесь у нас стоит бойлер литров на 30-35. Друзья, видимо, это было то время, когда еще не было двухконтурного котла. Был простой котел, видимо. Поэтому здесь стоял бойлер, который нагревал воду. Розетка во всяком случае осталась. Полы здесь также, друзья, деревянные. Постилен линолем. Линолем в хорошем состоянии. Полы не гуляют. Понимаете, да? О чем я говорю? Нету такого, что где-то что-то проваливается и тому подобное. Да, можно здесь облагородить. Плиточкой сделать аккуратно, красиво. Бойлер убрать он здесь просто не нужен. Но еще раз говорю. Это вот вы можете жить и потихонечку, постепенно делать. То есть это не такое прям... Сейчас можно зайти и жить в этом доме. Радиатор. Также вот такое же окно, как там в кухне было. Помните, там цветок сталел? Также открывается на две позиции. Подоконник откоса пластиковый. Пожалуйста, можно проветривать. И здесь у нас вот такая вот лампушка. Здесь, как видите, перегородка в кладовую. Собственница, именно об этом я и говорил. Собственница говорит, что ее можно убрать и расширить санузел. А можно оставить под кладовую. То есть, если, друзья, вы хотите в ванну, например, то здесь можно поставить в ванну. Я бы оставил бы кладовую. Вроде бы 3,5 квадратных метра, друзья. Но кладовая в доме нужна. Она удобно разгружает там все, как говорится, комнаты. Здесь можно хранить то, что вот просто не выставишь на обозрение. Вот веники тут всякие. То есть, здесь можно, пожалуйста, устроить. Можно и мастерской там баночки к закрутке хранить. Можно и здесь сделать стеллажи и хранить баночки. Розетка проведена, освещение проведено. Поэтому я бы от этой кладовой не отказывался. Потолок обшит пластиком. Ну, не до конца, понятно. Здесь у нас одежда, как гардероб небольшой. 3,5 квадрата, но я бы не отказывался от нее. Полы также. Но, во всяком случае, еще раз, друзья, если вы соединить эти обе площади, то это у вас будет почти 12 квадратных метров санузел. Но для санузла, еще раз говорю, такой площади не нужно. Понимаете, да? Вот этого вполне хватает. Просто это, если вы захотите в ванну, да, можно, кстати, будет. Если ремонт делать, можно будет и ванну поставить. Убрать биде, монетаз передвинуть здесь в ванну или там в ванну. Но это уже вам решать, друзья. Все. Мое дело показать. Кстати, высота потолка здесь, именно в кухне, сейчас замерю, в кухне, в санузле она будет одинаковая, 2,65, потому что в комнатах наверняка размер будет другой. Еще раз выхожу сюда, обращаю ваше внимание, веранда. С веранды вы попадаете в вот такие вспомогательные комнаты, кухня, санузел, кладываем. И дальше вход уже в гостиную. Так, что у нас там, высота потолка побольше. Что у нас по высоте в гостиной? 2 метра 61 сантиметр высота потолка. Здесь, друзья, также у нас полы деревянные, ДСП, постель, ламинат. На стенах у нас поклеены обои. Тут у нас находится сплит-система. На мой взгляд, на мой взгляд, она здесь расположена не по делу. Ее бы расположить вот здесь. Почему? Потому что, если вы здесь отдыхаете, ее надует, просквозит вас к бабушке какой-то. Вы понимаете, да? То есть, ее бы, конечно, отсюда вот просто переставить вот сюда. Но, еще раз говорю, то есть, это не проблематично. Все сделать. Розетка присутствует. Два окна. Вот, открывается окошко. Это у нас глухое окошко. Здесь у нас розетка, да. Здесь, конечно, вот уже ремонт нужно будет сделать, чтобы вот этого не было. Кабель проложить в розетке. Это, видимо... А, ну, до сплит-системы. Аккуратно можно сделать кабель-канали. Когда уже будете менять обои, то в кабель-канале аккуратно можно провести. Либо проштробить вот так вот и провести дополнительно туда розетку. Здесь у нас, видим, да, подоконник дубовый, деревянный. Здесь радиатор отопления присутствует. Здесь пластиковым багетом делали. Видимо, видимо, было время, когда не хватало достаточно отопления. Здесь вот, то есть, весь этот багет надо срывать и заново уже новое делать. И все. Либо просто откосы новые сделать, друзья. И, как говорится, будет вам счастье. Это окно у нас глухое. Вот это окно открывается. Так, что у нас по площади гостиной? Гостиная 12 квадратных метров. 12 квадратных метров. 2,61. Высота потолка. Вот такая какула с Египта. Вот она у нас. Такая морская тема, друзья. Тут у нас звездушки. Вот такая красота. Натяжной потолок. На стенах у нас обойки. Тоже все морское. Вот, друзья. Ну, еще раз говорю, вы, купив этот дом, вы уже можете все переделать под себя. Место для телевизора. Розетка проведена. Здесь, друзья, раньше, не то, что раньше, но и есть здесь печка, газовая печь, форсунка, которую раньше отапливали дом. Видимо, поэтому не хватало тепла. Да, все понял. И там образовывалась сырость. Вот. Чем она полезна, друзья? Тем, что здесь после небольшого ремонта можно сделать прекрасный камин. И кайфовать. Для романтик. То есть, дымоход, все чисто. Чтоб вы понимали, да? То есть, остается просто сложить камин здесь. И все. Вот такая красотинь у вас есть. Дверные проемы. Пластиком сделаны везде. Вот здесь. Вот здесь. Я бы уже, конечно, сделал бы основательно. Может быть, двери потом, если захотите, покупить новые. Дверные проемы уже все-таки деревянные сделал бы. Со временем. Но еще раз говорю, друзья, тут вот по степени готовности жить можно прямо сейчас. По доработкам. Вот мелочевка. Реально мелочевка. Вы же сами видите. Дом мне очень нравится. Так. Ну и две комнаты. Первая комната спальня. 6,3 квадратных метра. Собственник. Да. Раньше, ну, видимо, себе под свой кабинет. Вот тут, пожалуйста. Мышцы гонять. На стенах поклеены обои. Тоже все в такой морской тематике. Есть розетка. Пол у нас деревянный. Постелен у нас ламинат. Вот так вот. Ай, посмотрите, какая красота. Соломки. Ай, вообще замечательно. Ниша есть небольшая для полочек. Радиатор отопления. И окошко. Окошко открывается на две позиции открывания, друзья. Вот так. Выходит к соседям. Будете замены шпайонить. 6,3 квадрата. То есть здесь спокойно. Кровать поместится. Пожалуйста. Легко. Либо, действительно, если, допустим, хозяева будет супружеская пара, здесь можно сделать какой-то личный рабочий кабинет. Пожалуйста. Потолок у нас, значит, сделан потолочной плиткой. Что по высоте. Здесь будет высота побольше. Да, здесь высота потолка 2 метра 82 сантиметра. Здесь высота большая. Хорошо. Ну и еще одна комната осталась у нас побольше размером. Сейчас идем. Дверки, в принципе, в нормальном состоянии. Ну здесь, да, здесь дверку поменять надо будет. Также у нас натяжной потолок уже с розочками. Вот такая красота с водопадами. Вот несколько обоев видов здесь есть. Как бы и такие вот фотообои с камином. Со всеми причиндалами. Натяжной, глянцевый, с розочками потолок. Место для мебели. Полы у нас, как я вам говорил, деревянные. Постелен линолеум. Сверху ковролин. Везде вот плентуса присутствуют. Эта комната у нас 19,5 квадратных метров. То есть, друзья, здесь, допустим, ну если у вас двое детей, если однополы вообще замечательно, спокойно, две кровати и места хватит и для шкафов, и для всего на свете. Три окна здесь присутствуют. Три окошка. Значит, вот это окно у нас открывается. Вот эти два окна у нас глухие. Розетка есть здесь, розетка здесь, третья розетка здесь. Здесь розеток нету. То есть, нужно будет при очередном ремонте просто проштробить, провести. Под каждым окном радиатор отопления. Вот, дубовый, также деревянный подоконник и деревянные откосы. Здесь у нас жалюзи. Ну и также, как я вам говорил, что здесь багет надо будет поменять, вот все это пропрыскать. Видимо, когда была форсунка, не хватало тепла. Но это пластиковый багет, вы его просто убираете и, как говорится, снова клеите. Вот и все. Ну-ка, еще раз вот так медленно проведу. Посмотрите. Такая просторная большая комната. Все, друзья, все комнаты в этом доме я вам показал. Ну что, друзья, посмотрели мы дом. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, еще раз напомню, что в описании к этому ролику будет указана стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же, номер телефона собственника. Ватсап и номер телефона менеджера по объекту. То есть и по тому, и по тому телефону вы можете звонить, задавать все интересующие вас вопросы. Друзья, напомню, дом 73-го года, значит, центральная вода, газа и электроснабжение, 73 также квадратных метра, вот так вот совпадение, и 400-ки участок земли. Еще раз хочу напомнить, друзья, дом продается не потому, что он там какой-то калечный, где-то там какие-то проблемы. Соответственно, муж, супруг умер, женщина говорит, я просто одна не потяну, я, соответственно, по этой причине продаю дом. Вот и все. Подделать, да, чуть-чуть там цоколь, как я вам показал, вот этот момент, в доме может быть ремонт кое-где сделать, и все. В принципе, домик в хорошем состоянии, друзья. Можно заехать и жить. Учитывая, что есть все, центральная вода, газа и электроснабжение, канализация, все присутствует. Это из плюсов. Из плюсов то, что рядышком оптоволокно, недалеко магазин, школа, детский сад. До асфальта приблизительно 440 метров. Там у вас шиномонтаж, там у вас там СТО. Рядышком тоже смотрю, как маленький магазинчик готовится. До ближайшего магазина 500 метров. До магнита пятерочки, мне сказали, где-то 15 минут вообще спокойной ходьбы. То есть женщина говорит, что пока я доковыляю, как говорится, ну, обычный человек быстро-быстро дойдет. То есть где-то минут 10 ходьбы, и вы уже у пятерочки с магнитом. Там же парк находится. То есть все самое необходимое там. По участку, друзья, участков вполне хватает. Обилие плодовых деревьев. Есть место и для огорода. Стоит кирпичная постройка. Мастерская. Есть курятник, который можно обратно вернуть в баню. То есть раньше баня была. Вот. Я вам все это показал, друзья. Вы рассчитывайте. Если этот дом вам понравился, вы можете прозвонить и сказать, там все, все, не продавайте. Я покупаю 100%. Друзья, вот такие подробные обзоры мы делаем. Я сейчас хочу обратиться к тем, кто хочет продать свой дом. Неважно, в поселке дом, либо в городе. Почему? Ну, понятно, в поселках труднее продать дом, потому что все ищут возможность, чтобы дом был расположен в такой местности, где есть работа. Здесь, как я вам сказал, работа есть 100%, друзья. Ну, вот бывают и глухие поселки, и там меньшее количество жителей. Друзья, аудитория Ютуб-канала Николая Сомсикова, это более 410 тысяч. Это вся Россия. Плюс у нас были клиенты с Канады, с Германии, с Израиля. То есть нас смотрит вся Россия. Большое количество людей из Сибири, там, с севера, которые желают переехать на юг, они, их не беспокоит работа. У них есть пенсия хорошая северная. И, соответственно, они ищут уголок, где потише, покрасивее, вот типа вот этого, рай в квадрате, как я говорю. Мне дом очень понравился, участок очень понравился. Так что, друзья, если хотите продать свой дом, звоните, наши операторы приедут, мы сделаем подробный обзор этого дома, выложим его на канале Николая Сомсикова, и у вас больше шансов, конечно, будет продать свой дом. Кроме того, друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что кроме канала Николая Сомсикова есть другие рекламные площадки. Это сайт агентства недвижимости «Титул», это соцсети «Одноклассники», ВКонтакте, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм-страничка, пять телеграм-каналов и по новому жилью, и по вторичке, и по квартирам, и так далее. Внизу ссылки будут все. Переходите, подписывайтесь, получайте море полезной информации. Для тех людей, которые хотят купить дом на юге нашей Родины, друзья, ну, огромная просьба, чуть-чуть раньше, да, звоните нам, ну, хотя бы месяца за два, до момента, когда вы хотите переехать, чтобы мы успели подобрать вам дом. У нас большая база, около трех с половиной тысяч обзоров, именно видеообзоров. Это не просто фотки пошлепанные, там, допустим, там, ну, я образно говорю, да, вот там под соколь идет трещинка, да, я могу заснять верхнюю часть дома, а низ не показать. Нет, видеообзор показывает честно, все как есть. То есть, соответственно, вы, вот то, что увидите на экране своего телефона, там, ноутбука, все это же самое вы увидите вживую, друзья. Поэтому обращайтесь к нам, мы заранее проверим объект, проверим все документы, чтобы не было никаких, ой, там, а мы не знали, ой, не в курсе. На все это требуется время, друзья. Поэтому, чтобы вы приехали, без заминок купили дом, необходимо обращаться заранее. Так что, друзья, пожалуйста, прислушайтесь к нашей просьбе. Если вам понравился какой-то дом, там, в Ставропольском крае, в Ростовской области, в другой части Краснодарского края, побольше, поменьше, подешевле, подороже, обращайтесь к нашим менеджерам, менеджеры с удовольствием. Еще раз говорю, база 3,5 тысячи домов, плюс мы можем поехать и отснять тот дом, который вы увидели где-то по объявлению. Обращайтесь, мы с удовольствием поможем вам купить дом вашей мечты. А это очень удобно, особенно если вы проживаете за несколько тысяч километров от Краснодарского, Ставропольского края, друзья. Это очень удобно, не надо бросать дом, детей. Как говорится, заключайте с нами договор. Дома, придя с работы, спокойно там поужинав, искупавшись, пододвигайте к себе чаек, кофеек, плюшечки и спокойно смотрите, получаете ссылку на тот дом, который вас интересует. И вы уже можете иметь общее представление о том, что это за дом, что вы получаете за эти деньги и сколько вам еще надо будет вложиться. Вот все, что я хотел сказать. Еще раз, друзья, обращаю ваше внимание. Ссылка на этот дом, точнее, в описании, в описании к этому ролику будут указаны. Цена на этот дом, его площадь, площадь земельного участка, там все количество комнат, все-все-все-все-все. Текстовое описание полностью будет указано. Номер телефона собственника, номер телефона менеджера. Звоните. Я на этом с вами хочу попрощаться, хочу поблагодарить вас, что были все время вместе с нами. Пожалуйста, поддержите нас лайками, подписывайтесь на наш канал. Если не сложно, оставьте свое мнение об этом доме в комментариях. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok